российским миротворцам потребовалось всего несколько часов чтобы поставить под сомнение их действия осталось только признать что не имеют связи со штабом не считают сепаратистов сепаратистами и не могут должным образом проверить посты почему-то желание азербайджанских специалистов проводить исследования на территории азербайджана превратилась в длительный процесс переговоры продолжались несколько минут впрочем они и сами прекрасно знали что происходит это случайно не есть имеет связь между последними новостями о том когда обвиняли нагорный карабах сейчас управление нагорного карабаха и команду еще российским миротворческим контингентом разграбление хамкинди какая администрация кажется старший лейтенант до сих пор не знает где он именно поэтому он препятствует проезду делегации азербайджана этого мало и он еще и угрожает представителям сми хотя он отвечает за их безопасность вы пока стоите с камерой без камеры вы кто без камеры вы уже так разговаривать не будет из камеры вот эти форма которые люди пришли по черепа леческий это откуда откуда они они не имеют права что не меня прийти сюда по моему почему это это же не предназначено это наша земля нас единая форма давайте вы сейчас не как вы любите все говорить это политический вопрос ну раз так тогда мы скажем кто эти полицейские. Они незаконные армянские бандформирования. А их миротворцы должны были вывести с азербайджанских территорий, согласно заявлению от 10 ноября, о котором любят напоминать сами миротворцы. Но почему-то они ходят с автоматами и пулеметами, рядом не с полицейскими, а с гражданскими лицами. Я журналист, и он... Мы снимаем, это наша работа. Для себя. Нам это нужна, это наша работа. Работу на нас снимать. Почему вы ходите с автоматом? Автомат сейчас вам не нужен, верно? Почему не нужен? Мы несем здесь службу. Мы тоже несем здесь службу. Вы же данный автомат не используете, верно? А что мне, начать его использование? Миротворцы пытались перекрыть путь азербайджанцам с БТРами. А когда съемочная группа подходит к нему для просмотра, они меняют направление. И теперь вы увидите, насколько они умеют менять направление движения. Журналисты, спрашивают, почему члены контингента используют армянские номера на территории Азербайджана. А в ответ... А вы приедете, вот приедете, вот лавка Азерселл, выездная. И кто хочет, приобретет на своем имя сим-карту, будет спокойно пользоваться. Никто же не говорит, давайте нам интернет, чтобы мы пользовались бесплатно. В рамках тарифного плана каждый здесь военнослужащий готов использовать вашу, вашу сим-карту. То есть, если будет пункт продажи азербайджанских сим-карту, мы готовы приобрести и пользуемся имми. Ну, как, знаете, у меня выбора, по сути, здесь с другой стороны нет. Потому что работает только одна вышка здесь, которую не блокируют по диапазону частот средства РЭП. Все остальные блокируют... Интересно, с каких пор на территории Азербайджана блокируются линии связи, принадлежащие Азербайджану? Если блокируются линии связи, то как наш специальный корреспондент связался с нами и отправил нам кадры? Во всяком случае, не с голубем. Напряженность нарастает, по мере ее нарастания усиливается реакция миротворцев. А интересные моменты еще больше усиливаются с приходом командующего контингентом Андрея Волкова. Приглашая делегацию на переговоры, Волков подчеркивает, что миротворцы используют только азербайджанские топонимы. Все, что касается топонимов, с уважением пишем в азербайджанскую сторону, через совместный российский и турецкий центр, все документы. Только с теми названиями, которые азербайджанская сторона нам прислала, эти топонимы, мы все пишем так, как положено. Есть другой там сайт, есть через Министерство обороны. К сожалению, там, ну, может быть, не свое время-то отреагировали. Но миротворцы пишут, я сегодня только на совещании об этом говорил. Пишем давным-давно уже так, как положено. Получается, на сайте Минобороны не координируют деятельность с тем, что выполняете здесь? Мы с ними, вот понимаете, мы пишем так, как положено. Вот мы к миротворцам здесь вопросов никаких нет. Где-то в СМИ есть какие-то сайты, какие-то там утечка информации, может, неправильная. Официально бывает. Да, официально. Я, к сожалению, я за это не отвечаю. Перейдем к другому вопросу. Мы видим Z на военном и знак V на посту. Мы прекрасно знаем, что это не Украина, а миротворческий контингент не должен быть причастен к кровопролитной войне, называемой специальной военной операцией. Тогда что здесь делают эти знаки? Мое здесь нахождение, моя, как бы, суть здесь находиться, чтобы был мир на территории. Наша основная функция – обеспечить мир. Мы являемся здесь на сегодняшнем гарантом безопасности. Я здесь выполняю мероприятие трехстороннего мирного договора. Что здесь происходит, несу непосредственно ответственность. Я. Вот ваше лицо миротворцы, которые говорят о мире и незаконно прячут за собой армянских полицейских. Машины можете убрать? Это требует... На сторону дороги, да, можно. Туда, в сторону Азербайджана. Единственное место, где заканчиваются азербайджанские территории – это место, где заканчивается граница Азербайджана. И если российские миротворцы продолжат вести себя так, как сейчас, они будут близко знакомы с этим местом. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.